Продолжение следует... Что неразрывно у нас связано, то есть эти изделия у нас изготавливаются на производстве. И чаще всего, кстати, эти изделия защищены патентом. Новое программное обеспечение подготовит студентов в специальности гостиничное дело к работе в полевых условиях. Потенциальные работодатели обновление технологической базы колледжа одобряют. Например, сейчас будет у нас такая программа «Эдельвейс» — это гостиничный бизнес. Прямо четко он сможет заказать номер, сможет его аннулировать, сможет поговорить с клиентами. То есть это чисто практическая работа, которой он будет заниматься на протяжении дальнейшей жизни. Чтобы найти хорошую работу после колледжа, будущим поварам и кондитерам нужно уже сегодня изучать высокотехнологичное оборудование. Для этого в производственные мастерские приобрели конвекционные подовые печи, расстоечные шкафы и профессиональные блендеры. Стало гораздо удобнее, не нужно ждать теперь, когда кто-то закончит. То есть процесс приготовления идет гораздо быстрее. Мы очень быстро все делаем и в принципе все успеваем за лабораторную работу сделать. Сердце ресторана все говорят, что у нас только пара конвектоматы, но сейчас еще появилось второе сердце — это шкафы шоковой заморозки. Без шокера на сегодняшний день в ресторане очень тяжело жить. Это позволяет продукту моментально охладиться, либо сделать муссовые торты. Солидные работодатели не приветствуют вчерашних выпускников с дипломами, но без опыта. Однако компетенции, полученные студентами в колледже, позволят сэкономить на их обучении в первую очередь предпринимателям. Студент получает на основании воздействия и помощи высокотехнологического оборудования, получает ту самую практику, которую он должен был ждать год-два-три до того, как он попадет на само предприятие к предпринимателям. А сегодня он уже более подготовленный, попадает уже как специалист и как в ресторане. На покупку нового оборудования колледж потратил средства федерального гранта — более 8 миллионов рублей. В следующем году еще три колледжа обновят материально-техническую базу на сумму 90 миллионов рублей. Наталья Чернышева и Николай Трохин. Смотри Хабаровск.